Всем привет! Вы на канале Майанц. На данный момент каких-то серьезных новостей, чтобы снимать на эту тему отдельные ролики, пока нет. Но есть промежуточные новости касаемо развития колоний различных видов муравьев, а именно вагусов, египтян, винаторов, салтаторов и мирмецей. Давайте начнем с вагусов. Зимовку я завершил пару недель назад. За это время появилось много расплода. Пока матка находилась в холодильнике, расплод тоже появлялся, но меньше, чем сейчас. Матка начала есть медовый сироп. Кормлю ее примерно раз в неделю. Пробовал давать белковый корм, но особого интереса к нему у матки я не заметил. Уберу ее в темное место и буду ждать появления первых рабочих. Теперь о египтянах. У матки уже давно появились первые яйца. Это произошло после того, как я поместил инкубатор на термоковрик и поддерживал температуру около 27-30 градусов. После появления первых яиц их становилось то больше, то меньше. Видимо, матка подъедает бракованные. С первым расплодом такое бывает. Сейчас египтянка находится при обычной температуре примерно около 25 градусов, питается семенами и иногда личинками знахаря. Надеюсь, скоро появятся первые личинки, куколки и рабочие. А у венаторов уже давно появились первые рабочие. Колонии хорошо развиваются, появляются новые расплоды, молодые муравьи. Это та колония венаторов, в которой изначально была одна матка. И в эту колонию я подкидывал коконы салтаторов. Как видно из ролика, салтаторы с венаторами продолжают жить вместе, даже не подозревая, что они приемные. На данный момент рабочих уже достаточно много, и я жду развития колоний до 100 или более особей, как это уже было пару лет назад с моей первой колонией венаторов. А у колоний салтаторов был какой-то временный сбой. Часть коконов они вскрыли раньше времени и съели. Среди этих коконов были и подкинутые коконы венаторов. Почему они это делали, непонятно. Условия содержания были такими же, и кормил я их регулярно. Сейчас развитие нормализовалось, появляется много молодых рабочих и нового расплода. Но эксперимент с подселением венаторов сорвался. Возможно, позже, когда у венаторов появится побольше коконов, я его повторю. Ну и последний вид, о котором я хочу рассказать, это Мермеция преформис. Последние 8 месяцев у муравьев были проблемы с окукливанием личинок. Скорее всего, им что-то не нравилось в условиях проживания. Личинки вырастали, но не переходили в стадию коконов. Хотя при этом все муравьи были живы и здоровы. Также появлялся новый расплод. Но коконов почему-то не было. Ситуация изменилась после того, как я увеличил влажность в гнезде и поставил поилку на арену. На данный момент, после большого перерыва, появилось два кокона. Надеюсь, условия содержания будут устраивать колонию, и проблем с развитием больше не возникнет. Если к моменту появления молодых муравьев я еще не продам Мермеции, сниму про это отдельное видео с подробным описанием сложностей в развитии и их решениям. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!